той, которая была необходима, система всеобщего образования, науки, выигрыш в войне и восстановление. Собственно, это было проведено жестко, но в этом был смысл советской модели, и она с ним на самом деле справилась. Другой вопрос, что уже начиная с 60, я в своем опыте помню, было очевидно, что все это буксует, что невозможно через Порткома управлять вот этой уже сложной промышленностью, которая была создана в СССР. Собственно, в принципе, СССР, на мой взгляд, в большой степени пал, это экономическая модель, в большой степени пала по законам того самого Гуру, которому она молилась, то есть Маркса, то есть производственные отношения не соответствовали производительным силам. Через Порткома назначать через Политбюро директора совхоза на Алтайском крае уже невозможно было в такой стране, как СССР. Поэтому, на мой взгляд, это была объективная реальность. Она, соответственно, практика не соответствует делу, начался идеологический кризис, и мы его застали, я во всех случаях застал, и я хорошо помню, так сказать, это ощущение, 60-е годы было еще ощущение того, что перспективы есть, уже 70-е годы все более и более превращалось в догматизм, и, соответственно, приходили другие совсем люди, высшие, так сказать, это были не верующие, идейные люди, а люди карьерные. И поэтому сложилась к 80-м годам вот та элита в СССР, которая, собственно, и разрушила Советский Союз. Теперь момент такой. Можно было избежать этого? Мне кажется, в полной степени нельзя было. Но в какой-то степени можно было. То есть я имею в виду, вполне возможно было сохранение Советского Союза в рамках, например, трех славянских стран. Второй момент. Даже в условиях... Да и Азия никуда не просилась. Да, и, в общем, Азия никуда не просилась. Не Армения, не Азербайджан никуда не хотели. Мне кажется, наименее наиболее слабые места в Советском Союзе, и которые вполне могли, если их не удерживать силы, а в то время удерживать силы было, честно говоря, уже невозможно. Это, конечно, Прибалтика и, кстати, Закавказский, к сожалению, должен... В республике, который... Но в любом случае все это можно было провести, потому что это было проведено с наибольшими потерями для Российской Федерации. Потому что в тот момент... Мы знаем примеры, когда империи распадались, Британская империя. В Советском Союзе был империй, некоторые называют... Я считаю, что империя-то не есть плохо, империи разные. Бывают колониальные империи, а бывает Австро-Венгрия, которая была империей, которая собралась для обороны своих границ. Поэтому, я думаю, в моем понимании, империя-то само по себе не есть нечто дурное. Но я имею в виду, такие примеры были. И, в общем, надо сказать, что можно было наиболее выгодные условия для России выторговать в этих ситуациях. Этого и этого сделано не было. Все было разрублено по этому, по живому. То есть, я имею в виду анклав калининградский. Можно было договориться о том или, во всяком случае, в то время выторговать определенный коридор для этого. Можно было, потому что в то время при Балтийской Республике наверняка пошли бы на уступки. Можно было сохранить военные базы, они бы не вступили в НАТО. Можно было бы решить Крым. Я думаю, и Донбасса можно было бы решить. Так Филатов говорит, что приезжали делегации от Крыма, Донецка, Луганска, спросились. А им было сказано, не до вас, тут самим есть нечего. А Козырев сказал, да ладно, бросьте вы эти вопросы с Крымом под ними. Да, конечно, это все можно было сделать. Конечно, надо понимать, что все это происходило на фоне ожесточенной борьбы за власть между Горбачевым и Ельцем. Но здесь, безусловно, ответственность российской и советской элиты за этот неконтролируемый распад, который, конечно, обернулся катастрофическими последствиями для всех, а особенно, кстати, для Российской Федерации, очевиден. Поэтому мой ответ, что, в принципе, этот процесс объективный. Как это вылится в дальнейшем? Если через 50 лет Российская Федерация могущественная станет супердержавой во главе Евразийского Союза, то не факт, что наши потомки не начнут еще ставить памятники участникам Беловежского соглашения. Такое тоже может быть исключено. Не знаю, слушай, это я не знаю, я не сторонник этого. И как бы Сергей не крестился, но строго говоря, через 50 лет суперстрана, потом вспоминает вот на следующем ваш потомок Владимир Рудольевич, говорит, как оценивать. Говорит, ну как оценивать, здорово, посмотрите, к чему бы мы пришли. Другой вопрос, если это все вылится в то, чего до сих пор ожидают наши западные партнеры. Многие, прямо скажем, дальнейший распад России, деградация страны и прочее, прочее. Поэтому вот этот люфт, он, конечно, все равно оставляет много вопросов. Но мой вот ответ на это такой, в принципе, отрицательный, но с признанием некой объективности этого процесса очевидного. Владимир, спасибо за то, что вы этой теме уделили время. Потому что, хотя прошли уже три десятилетия, но на самом деле я, хотя и был непосредственным участником многих процессов того времени, я все больше узнаю нового и все больше понимаю, что правды всей мы не знаем. И не случайно Горбачев, вернувшись из Фороса, ведь публично сказал, что правду об августе 91-го я не скажу никогда. Что он имел в виду? Если говорить о декабре, вы знаете, для меня юридическая сторона уже тогда была ясна и проста. Именно поэтому я, выступая на сессии Верховного Совета РСФСР, без колебаний выступил против ратификации Беловежских соглашений, применяя именно юридические аргументы, что нельзя денонсировать договор 22-го года, потому что он давно не существует, он давно заменен Конституцией СССР. Все, что мы делаем, это попрание Конституции Советского Союза и Конституции РСФСР. Почему мы требовали тогда еще этот вопрос выносить на съезд народных депутатов? Верховный Совет не имел права отменять собственную Конституцию. К сожалению, меня при ратификации поддержало только 6 человек, потому что нужно понимать ту ужасную психологическую атмосферу, которая царила и в Верховном Совете, и в стране. Это не только шантаж, когда говорят, а Верховный Совет Украины уже ратифицировал, а Верховный Совет Беларуси уже ратифицировал. Это не только заклинания, что это как раз хорошо, которыми звучали и от Ельцина, и от Гайдара, и от Шахрая, и от Собчака даже, он побежал отметиться. Речь о другом. А я все больше сомневаюсь, что Ельцин главная фигура тех событий. Исполнитель – да, а организатор – нет. 8 декабря подписаны Беловежские соглашения в Вискулях. Но они стали возможны только потому, что 4 декабря подписан договор о распределении долгов Советского Союза между союзными республиками. Четвертого. Если бы он не был подписан, никакой бы Запад не поддержал Беловежье. Почему он был подписан? Да потому что 28 октября 1991 года правительство, руководимое Горбачевым, его правительство, согласовало с Парижским клубом распределения долгов СССР между союзными республиками. Вот в этом отношении возникает вопрос, почему Назарбаев сорвал попытку разрушить Советский Союз, предпринимавшуюся Ельцином весной, а в декабре Горбачев не допустил Назарбаева в Беловежскую пущу. Он задержал его в Москве. Он что, боялся, что Назарбаев опять поведет себя не так? Назарбаев был против разрушения Союза, как и Дементьеет, которого потом сменил Шушкевич. Кравчук весной поддержал их, а не Ельцина. Конечно, август многое изменил. Но и об августе мы всей правды сегодня не вспоминаем. Потому что 19 августа выступило советское правительство, руководство СССР, создав комитет ГКЧП. Почему? Да потому что на 20 августа было назначено убийство Советского Союза, создание того же самого СНГ, но с Горбачевым во главе. Вот я тогда добился, чтобы мы собрали на 19-е Конституционную комиссию РСФСР, чтобы запретить Ельцину подписывать 20-го уничтожения Советского Союза. И у нас было там большинство. Таким образом, ГКЧП, даже проиграв, продлило существование Советского Союза до декабря. И поэтому, если мне говорят, кто разрушил Советский Союз, я говорю, Горбачев. Горбачев и его команда. Давайте вспомним. Вот тут говорят о республиках, которые могли бы остаться. Да все республики остались бы в Советском Союзе. 19 августа 1991 года руководство Литвы, Латвии и Эстонии присягнуло ГКЧП. Лидеры Народного фронта в Молдове сами разогнали в Кишиневе митинг против ГКЧП. И если бы Москва не предала, а предательство Союзного центра началось раньше, кто начал создавать все вот эти сепаратистские движения, Народные фронты? Из Москвы. Под кураторством руководителей ЦК КПСС. Они стали насаждать, укреплять и говорят, расшатывайте. Кто призывал армян забрать Нагорный Карабах, а Азербайджан не отдавать Нагорный Карабах? Из политбюро ЦК. Когда господин Яковлев поехал в Ереван и говорил, немедленно принимайте решение и забирайте у Азербайджана Карабах. Вот в этом отношении с 1986 года изнутри начали уничтожать страну. И те люди, которые в декабре финишировали, да, формально это выглядело как заговор трех человек. Сергей Николаевич, а зачем? А это ключевой вопрос. Я вот тоже думаю, Горбачев, он умный или не умный? Он предатель или заблуждающийся? А есть разница? Разница. Но по результату разницы нет никакой. Что это, глупость или предательство? Ну так, если говорить серьезно. Разница большая. Нет, нет, по результату разницы никакой. Глупого можно простить, предателя нет. Предателя нет. Но когда я, мне довелось узнать, допустим, от Тодора Живкова, как из Москвы было организовано его свержение, А когда его с почетом проводили на пенсию, Горбачев вызвал человека, руководившего его свержением и матерными словами ему объяснил, что нужно немедленно возбудить уголовное дело против Живкова. Немедленно его арестовать. Что вы тут устроили? Мы, тогдашнее союзное руководство, разрушило Варшавский договор. На мальте Горбачев об этом договорился с американцами. Я уже не говорю о том, что по большому счету следствию нужно было бы серьезно заняться темой, как Горбачев организовывал свержение и убийство Чаушеску. Если раньше я думал, что это американцы, сегодня я знаю, что американцы были за. Именно поэтому 24 декабря 89 года Бекер направил ноту советскому правительству, что нам полностью отводят на усмотрение все, что будет происходить в Румынии. Хотим мы вводить войска, еще все США гарантировали. Только после этого, 25 числа, Чаушеску был расстрелян. И когда потом румынские генералы дали показания, что они даже по людям давали приказ стрелять они, а не Чаушеску, потому что рядом с ними были все время представители Москвы, и они выполняли из Москвы указания по свержению Чаушеску. Ведь это до сих пор не расследовано. И вот в этом отношении я и говорю. Событие декабря 91 года – это завершение нашей величайшей русской трагедии. Русской, потому что я говорю о том, что мы все жили в одной цивилизации. И когда нас насильно развалили, почему сегодня боятся, что мы станем другими, что мы опять соберемся, что мы не просто внутри консолидируемся, но мы вернем себе социальную привлекательность, мы восстановим единую страну. Потому что Советский Союз был в течение почти всего 20 века социально привлекательной альтернативой. А сегодня капитализм рушится, а альтернативы как бы нет. Но я не соглашусь, вот в коей-то веке хочу возразить тому, что говорил Георгий… Георгий Георгиевич, я все с Георгием Хасровичем его попутаю. Советский Союз мог исправить экономическую и социальную ситуацию. Пример тому – Китай. Они смогли совместить политическую, коммунистическую структуру с эффективной экономикой. А в 90-м году стартовые возможности у нас были гораздо мощнее. И мы бы сегодня ушли гораздо дальше вперед. А мы падали 30 лет. Мы сейчас ненадолго прервемся. Кстати, если говорить о Китае, то ведь события… Субтитры создавал DimaTorzok